Слава Украине! Привет всем от Полонска! Похожая история с шантажом со стороны Орбана в отношении ЕС подходит постепенно к концу, потому что сегодня Европарламент большинством в 345 голосов проголосовал за то, чтобы ЕС включила в отношении Венгрии седьмую статью, которая лишает права голоса эту страну за систематическое и наглое невыполнение устава ЕС. Вот так вот, да, это очень серьезно. Причем вы знаете, насколько, ну тут у меня, честно говоря, двойственные такие чувства. Я вам сейчас объясню почему. С одной стороны, когда это касается нас как Украины, то, конечно, да, дело в том, что паразит Орбан действительно, он кот не даст соврать, паразит Орбан действительно не дает Европе выделить во время войны, и заметьте, мы не просим деньги просто так. У нас война за жизнь, за существование. И вот, как говорят, экзистенциальная война, да? Так вот, этот паразит не дает Европе выделить нам 50 миллиардов евро на 4 года. Это помощь, напомню, это помощь от всего ЕС на 4 года, то есть сколько там получается, по 12,5 миллиардов в год, плюс-минус. И эта помощь, к ней не относится помощь, например, от Великобритании вообще отдельно. Кроме того, каждая страна имеет возможность отдельно помогать Украине в тех размерах, в которых она хочет. То есть это разные вещи, не надо их пересекать. И вот Орбан не хочет, чтобы нам помогали. Это жуть. И это гадость. И, конечно, тут надо что-то с этим делать. Тут я не могу не порадоваться такому решению. Вот, то есть, да. Да, но, понимаете, дело в том, что Орбана наказывают не только за это и не столько за это. Его еще наказывают за кое-какие вещи. Ну, вот, например, за то, что Венгрия не хочет к себе принимать толпу вот этих вот мигрантов, которых Меркель настойчиво приглашала в Евросоюз. Да? Вот. Вместо того, что делает Европа? Вместо того, чтобы вот пришла лодка с этими вот товарищами. Тут же их собрали, собрали, собрали в лагерь. Всех на корабль какой-нибудь военный. И назад в Алжир. Откуда они там прибыли? Из Марокко и назад в Марокко. Будьте здоровы. Нет, вместо этого они их начинают расселять по Евросоюзу. Растет преступность, растет наркомания, алкоголизм. Все, что хотите. Вот. И как раз Венгрия и Польша, ну и Словакия тоже в какой-то степени, это те страны, которые очень жестко этому противостоят. И правильно делают. С моей точки зрения, абсолютно правильно делают. Ну, я вас любого из вас спрошу, вы бы хотели видеть своими соседями полистичные клетки сомалийцев, незаконных мигрантов, да? Это, еще раз говорю, смотрите, в Сомали есть приличные люди. Инженера, их мало, да? Учителя и так далее, и так далее. Но они не попадут к вам, потому что им надо получать визу. Им не придет в голову, да, садиться на какой-то там катер незаконный и через море чесать хрен знает куда, хрен знает зачем в поисках лучшей жизни. Это делают люди не с высшим образованием, поверьте мне. Это люди делают общие, которые читать и писать очень часто не умеют. И что они могут с собой привести? Ну, приблизительно то же самое, что могут привести незаконные мигранты через американскую южную, открытую американскую южную границу. Поэтому проблема точно так же стоит остро, как и в Соединенных Штатах Америки. И вот тут, хотя в принципе, я вам скажу так, хотя в принципе лишение Венгрии права голоса в этой ситуации, как и в ситуации с ЛГБТ, оно не повлияет на позицию того же самого Орбана и того же самого Венгрии на то, что происходит с незаконной миграцией или ситуация с ЛГБТ в этой же самой Венгрии. То есть там как была вот эта политика или в Польше, так она там и останется. Просто хорошо то, что Орбан не сможет влиять на весь Евросоюз. Но нам, я не хочу касаться внутриевропейских, как говорится, моментов, потому что мы на сегодняшний день не являются членами ЕС. И я не хочу им подсказывать, как им жить. Им нравится запускать к себе по миллиону мигрантов в год. Флаг в руки. Я ж не против. Я только за, пожалуйста, живите как хотите. Вот. Меня интересует то, что касается Украины. Украина касается получить вот эту помощь с тем, чтобы мы могли отразить нашествие с Востока. Вот это меня интересует. Все остальное мне глубоко, как говорится, фиолетово. Это дело самих европейцев, с кем они хотят жить, как они хотят жить и так далее. За кого их дети должны выходить замуж и что и как они при этом должны делать. Меня это не касается вообще. Вот. Так в связи с этим, конечно же, вот это решение очень и очень позитивное. Теперь, если, как говорится, Совет ЕС утвердит то, что потребовал парламент, ну тогда Венгрия не будет больше принимать участие, точнее она может принимать участие в голосовании, но ее голос не будет засчитан, как, знаете, вот в голосованиях, в которых требуется единогласное решение, если Венгрия будет голосовать против, ну и голосуй себе. Меня интересует только в этой ситуации, еще раз говорю, меня совершенно мало интересует то, что там ЕС сколеснулся с Венгрией по каким-то другим вопросам. Меня интересует конкретно помощь Украине. Если вот таким вот образом мы добьемся того, что помощь Украине будет, аллилуйя, слава Богу, в свободу Украины.